Приветствую всех! Сегодня я продолжу тему гравитации и ее экспериментальных доказательств. Три года назад я уже выпускал видео на эту тему. Напомню, там мы обсуждали такой замечательный прибор как гравископ. Он позволяет относительно просто, можно сказать, в бытовых условиях, наблюдать действие гравитации. Кому интересно, можете посмотреть. В том видео я также предложил любому сомневающимся лично проверить действие гравитации с помощью гравископа. Так как все мои эксперименты альтернативщики по умолчанию считают фейком и подделкой, я предложил следующий вариант. Альтернативщик сам собирает установку и проводит эксперимент под запись. А я, в свою очередь, компенсирую расходы на проведение эксперимента. Возможно, вы удивитесь, но один человек таки отозвался на мое предложение. Многие из вас его знают. Это морячок, также известный как флотбардак. У меня даже было отдельное видео о нем. И, возможно, вы не удивитесь, узнав, что спустя три года эксперимент так и не был сделан. Как там говорят, обещанного три года ждут. Не знаю, почему история с морячком ничем не закончилась, но разговор в любом случае не о нем. Сегодня будет, так сказать, попытка номер два. Раз альтернативщики не хотят сами собирать экспериментальные установки, я нашел более подходящий для них вариант. Итак, представляю вашему вниманию установку Кевиндиша. Да, ту самую, которую он использовал для определения плотности Земли, а значит и ее массы, что в итоге дало нам всем известную гравитационную постоянную. Возможно, для многих, особенно альтернативщиков, станет открытием то, что подобную установку можно спокойно приобрести в соответствующих магазинах. Конечно, она будет не такая большая и дорогая, но, тем не менее, свою функцию, а именно демонстрацию действия гравитации, она все равно без проблем способна выполнить. Итак, торсионный балансир Кевиндиша, свободно продающийся в специализированных магазинах. Цены самые разные, от 500 евро за самые простые, до двух с небольшим тысяч за более точные и способные выполнять непосредственно измерения гравитационной постоянной. Устройство установки точно такое же, как и у той самой установки Кевиндиша из 18 века. Естественно, технологии не стоят на месте, и теперь такая установка занимает гораздо меньше места, но вряд ли уступает в точности. Конструктивно же это те самые крутильные весы. На внешней части размещены два тяжелых металлических шара, которые можно поворачивать на вертикальной оси. Во внутренней части на торсионном балансире висят два шара поменьше. Если повернуть внешние шары, то внутренние шарики будут стремиться повернуть коромысло, чтобы притянуться к большим шарам. Для наблюдения за движением коромысла, которое, как правило, будет двигаться очень медленно и на небольшой угол, в современной установке применяются различные способы измерения его отклонения. Самый распространенный – использование лазера. Для этого на балансире размещается зеркало, на которое светит лазерный луч. Движение отраженного луча и используется для оценки движения балансира. Это делается либо визуально, либо с помощью оптических систем. В таком случае точность достигает тысячных долей градуса, что позволяет наблюдать отклонение торсиона практически сразу. Визуально это также можно сделать и это, думаю, будет даже еще нагляднее. Вот вам видео подобного измерения. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, достаточно просто и наглядно. Разворачиваем большие шары и наблюдаем поворот балансира с помощью лазерного луча. Наверняка многие видели и вот такие эксперименты. По сути, то же самое, но сделано буквально из подручных материалов. Тоже неплохо, но, наверное, не только у меня возникают сомнения в чистоте эксперимента. Для понимания, в эксперименте между шарами действуют силы порядка миллионных долей ньютона. Это в тысячи раз меньше веса перышка. И любое самое маленькое движение воздуха может исказить результаты. Не случайно в нормальной установке внутренние шары изолированы в закрытом корпусе, где не будет влияния атмосферы. Ну и к конструкции торсиона тут тоже есть вопросы. Сомневаюсь, что сопротивление к ручению в данной установке достаточно мало, чтобы их можно было игнорировать. В общем, собрать действительно рабочую установку из подручных средств, если и можно, то с очень большим трудом. Поэтому готовая установка, по моему мнению, лучший вариант. Собственно говоря, к чему это я? Возвращаемся к теме из начала видео. Я, как и в прошлый раз, предлагаю альтернативщикам провести эксперимент собственными руками и лично убедиться в том, существует гравитация или нет. Как и в прошлый раз, я готов компенсировать половину подтвержденных расходов после проведения эксперимента, который, естественно, должен быть записан на видео, а в идеале транслироваться в прямом эфире. Вполне честные и адекватные условия, как мне кажется. Это может быть один человек или группа. Установка может быть новая или бывшая в употреблении, купленная или взятая в аренду, неважно. Главное, чтобы нашелся тот самый альтернативщик, который готов это сделать. Что ж, господа альтернативщики, ваш выход. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.